С помощью этого небольшого квадрокоптера школьники могут освоить азы программирования. Чтобы управлять летающим аппаратом, нужно написать элементарную программу. Легкий конструктор сделан из пенопласта, и если он потерпит крушение, сразу не сломается. Такие роботы-конструкторы уже есть в нескольких самарских школах. Здесь действительно пишется на языке программирования Scratch, и для того, чтобы им овладеть, преподаватель на примере этих роботов может детям рассказать. То есть прямо со смартфона можно написать контроллер для управления как и стандартным роботом, так и собранным по каким-то своим чертежам. Роботы-техника и программирование для современных школ не в новинку. Современные технологии в образовании специалисты из 35 регионов страны и гости из ближнего зарубежья обсуждают на международной конференции «Инфостратегия-2019». Которые проводятся при поддержке правительства Самарской области. Обсуждают проекты, которым будет уделено особое внимание в ближайшие несколько лет. В первую очередь обращают внимание на материально-техническую базу. Потому что без компьютеров, без информационной безопасности, без сетей говорить о цифровизации невозможно. Второй аспект – это, конечно же, использование современных образовательных средств. Это и дистанционное образование, это и новые технологические площадки для образования, для того, чтобы сделать комплексный подход. Регион активно включился в реализацию национального проекта «Цифровая экономика». В школах уже внедрена автоматизированная система управления сферой образования региона. Разработчики планируют перейти на новый уровень и научить систему анализировать успеваемость и другие важные показатели. Система будет сама анализировать эти данные и сама подсказывать, например, ученику, что Петя, у тебя вот здесь проблемы, тебе бы нужно вот этим заняться. Родителю, что ваш сын или ваша дочь очень хорошо в такой-то области, вам нужно туда идти. А министру образования, она будет подсказывать о том, как работает система образования региона, причем в режиме онлайн. В ходе конференции планируется обсудить тенденции развития образования в условиях информационного общества. В программе мастер-классы фестиваль «Электронная школа» и выставки. Конференция продлится до 4 июля. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов, События. Продолжение следует...